МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. В Беларуси стартует очередной этап избирательной кампании по выборам в Палату представителей. Сегодня началась регистрация кандидатов. Она продлится до 11 августа. Общее число претендентов на депутатские кресла пока превышает 350 человек. В дальнейшем избиркомы будут сообщать о том, кто прошел через этот этап предвыборной гонки и стал кандидатом. Также комиссии будут регистрировать их доверенных лиц и финансовых представителей. Специальные счета для формирования собственных избирательных фондов можно открывать со дня регистрации. С этого же момента кандидаты могут заниматься агитацией. Она прекратится за сутки до основного дня голосования. Напомню, выборы назначены на 11 сентября. В стране уже зарегистрировано 730 национальных наблюдателей и более 200 международных. Они будут вести мониторинг всех последующих этапов проведения выборов. В Витебской области впервые на жатве начали применять отечественные гусеничные комбайны. Аграрии объясняют появление непривычных для региона машин тем, что почвы перенасыщены влагой. И там, где обычный комбайн тонет, гусеничные легко убирают зерно. Ранее на Витебщине работала аналогичная техника российского производства. В этом году альтернативу предложил гомельский производитель. Дети из Японии сегодня приедут в Беларусь. Напомню, глава нашего государства подписал распоряжение о выделении средств для организации отдыха подростков из регионов, пострадавших 5 лет назад от стихийных бедствий. 32 ребенка проведут каникулы в национальном детском центре «Зубренок». В программу отдыха включены медицинское обследование в Минске, санаторно-оздоровительное лечение в лагере и разнообразные экскурсионные и культурные мероприятия. В американском Остине, штат Техас, несколько часов назад произошел очередной массовый расстрел случайных прохожих. Это случилось в квартале, где расположены десятки ночных клубов и сотни ресторанов. Преступник открыл огонь по толпе, убив на месте женщину и тяжело ранив четверых человек. Стрелок, как сообщает полиция, был схвачен. Всего, по данным противников свободной торговли оружием, в текущем году в Соединенных Штатах зафиксировано более 200 случаев применения оружия в людных местах. Причем речь идет лишь о тех инцидентах, которые повлекли за собою жертвы. Исключительно обильные дожди пришли в Тибет. Вызванные ими наводнения терзают сразу Индию, Китай и Непал. КНР уже более недели отрезан от внешнего мира город Худжонг. Связь с ним осуществляется лишь по воздуху, мосты и дороги, с ним связывающие перерезаны или разрушены. В Индии разливы горных рек стали причиной гибели десятков человек. В Непале число жертв перевалило за полсотни. Пока метеорологи облегчения местным жителям не обещают. Сезон дождей в самом разгаре. Один из самых активно действующих вулканов планеты обрушил тысячи тонн пепла на мексиканскую столицу. Попуха Тепетль заставил власти страны объявить чрезвычайное положение, которое распространяется также на некоторые районы Мехико. Столб газов и дыма поднимается теперь на высоту в 2,5 километра. Но по-настоящему серьезную опасность представляет собой не это. Хотя от вулкана до Мехико 55 километров, на мегаполис опустилось облако дыма и пепла. Пока страдают окраины и районы одного из крупнейших городов планеты. Но на спад извержения не идет. Президент страны распорядился произвести отселение деревень, что расположены в радиусе 12 километров от вулкана. Кроме эвакуации, у властей нет других инструментов, чтобы обезопасить граждан от вулкана. Теперь остается только ждать и надеяться, что стихийное бедствие пойдет на спад. Знаменитая фабрика комаров, которая действует в китайской провинции Гуаньдун, вышла на полную мощность и выпускает теперь еженедельно на волю до полутора миллионов насекомых. В этом сюжете несуразность, лишь кажущаяся. Фабрика из Гуаньчжоу помогает Китаю избежать эпидемии таких опасных вирусов, как зика и денге. Принцип, лежащий в основе функционирования комариного завода, таков. Насекомые, которых выпускают на волю, инфицируют прежде вирусом вольбахия. А таковой при передаче его москитам в дикой природе приводит к комариному бесплодию. Китайцы указывают, что таким образом удается сокращать тучи кровососущих процентов на 90, а то и более. Одна беда. Среди вольных комаров насчитывают не менее 5% морально устойчивых, которые с фабричными не скрещиваются и заражения вольбахией избегают. А потому продолжают разносить самые опасные болезни. Олег Романов, телекомпания СТВ. День десадников и сил специальных операций сегодня отмечают в Беларуси. История этих войск – настоящая летопись героизма, мужества и отваги крылатых гвардейцев, прошедших через жесткие испытания Великой Отечественной, достойно выполнивших воинский долг в Афганистане и других горячих точках. А вот силы специальных операций – относительно молодой род белорусских войск. Они стоят на защите интересов государства, обеспечивая его безопасность. Особенностью их применения является способность выполнять задачи малыми подразделениями. 800 рублей в месяц в Беларуси назвали самые высокооплачиваемые студотряды страны. Больше всего заработать можно на возведении Белорусской атомной электростанции, реконструкции стадиона «Динамо» и строительстве второй МКАД. Следующий в рейтинге – работа на заводе. В среднем – 600 рублей. А вот в педагогических отрядах можно получить порядка 200 рублей. Общее число молодых людей, которые этим летом решили потрудиться в студотрядах – 20 тысяч человек. И последнее. Кот на скутере или неразлучные друзья. 52-летний житель Таиланда несколько лет назад подобрал на улице котенка. Дома его оставлять не с кем, приходится брать на работу. Причем преодолевать ежедневно таким способом им приходится 70 километров. Цепкий питомец все же для страховки прикреплен к скутеру коротким поводком. Такова информация на этот час. Больше новостей найдете по адресу в интернете – ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. Всего доброго и до встречи.